здравствуйте дорогие друзья сказано в нашей недельной главе и наденет коин рубашку из льна льняные штаны на тело свое и возьмет жертвенника золу оставшуюся от сгоревшей и так далее там вот знаете казалось бы современный человек пробегает эти слова так но о чем тут не о чем ну зола там вынес понятно что золу да все это не так просто потому что еще раз первую очередь нам описываются мы сами это наш жертвенник это формирование нашей души человеку который вообще далек от религии в иудаизме все кажется ну как бы такой совсем странным непонятно вот всякая мелочная регламентация жизни там встать вот надо так там нет такой религии как у иудаизма расписывают как идти в туалет как выйти как помыть руки как ну то есть абсолютно регламентированная жизнь от того как человек встал до того как лег чеку непонятно спрашивают раввина там слушайте ну какая богу разница какой шнурок я раньше за шнуровый правый или левый и тем не менее бог который устроил этот мир говорит что есть разница да обратите внимание общество в котором мы росли вот все постсоветские люди она не было бога там особо религия она была вообще только одно христианской другой вообще никто не знал там это набор уж таких ритуалов бессмысленных всяких действий суеверия ну явно было что-то темные старушки какие-то и сегодня сегодня все поменялось сегодня религия в большом почете сегодня я отведено такое но очень строго регламентированное место так устроена психология наша с прошлого времени то есть она религия должна заниматься душой нашей там депрессии помогать если экстрасенс не помог ночь кровину обращусь но ни в коем случае не должна лезть ни в политику не не в досуг не ничего ничего в это не это это наше это вот тут мое да иудаизм никогда не признавал этих рамок потому что иудаизм не является религия это является инструкция по исправлению человека или по работе человека в этом мире вот та религия который говорит иудаизм это не форма проведения досуга это не какой-то один кусочек аспекта жизни который между тем как утром встал и там перекусил и так далее это совсем другое это каждое действие каждое все это это работа идуйте встал утром это работа твоя ты прощал молитву это твоя работа пошел твоя работа и тогда то есть написано что 24 часа кроме того что спишь хотя там тоже есть нюансы человек должен что вспомнить перед кем он стоит перед тем он лежит том числе то же самое сказано в таком бы в кодексе еврейских законов так например встать надо энергично собранным как лев там если хотите как согнул солдат готовы служить даты да именно так и сказано и в этой службе важно все написано что абсолютно все регламентированное это важно как ты кушаешь как думаешь как говоришь что делаешь что не делаешь да и в каждой частичке этого мира в каждой даже когда ты выходишь куда заложен духовный потенциал который именно ты можешь и должен раскрыть и вот мы начали с главы отцаф где написано про золу да зола это на иврите дешен написали мудрецы что это слово можно понять как аббревиатуру трех других слов какие-то слова товар шелоник шафта то есть вещь лишенное значение и когда тора говорит возьмите жертвенника залу это не просто слова да это она велит нам взять все что ну как это даже ненужные отходы какие-то там пепел прах все вот все что происходит в жизни там с нами справа слева сбоку все собрать вместе рассмотреть а подумать об этом положить это все нас на жертвенник случайные обрывки мыслей наши встречи какие-то там и поставить все это вот вместе сложить и понять где тут моя служба всевышнему то есть положить на жертвенник и шнурки в том числе между прочим поэтому надо в этом подуматься религия просит нас подумать все если человек уже не в состоянии ну тогда есть проблемы но вообще подумать и понять что у мира есть хозяин что я в этом мире нахожусь не просто так что у меня есть миссия эта миссия есть моя личная и другой такой индивидуальный и такой великой нет ни у кого потому что мне поручил ее бог браховая слаха